Отпекает рано, и с одним нагадом, первыми мешали в города. Сегодня поют и говорят об их подвиге. Почетные гости в зале ветераны Великой Отечественной войны, узники лагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и, конечно, бойцы той страшной войны. Валентин Константинович вспоминает, как 17-летним мальчишкой в 44-м разминировал воды Балтийского флота, дошел до Кронштадта. Говорит, новость о победе весной 45-го ночью разбудила всю казарму. В 2 часа ночи встали и смеялись, значит, обнимали друг друга, а потом плакали. Потому что у кого отец погиб, у кого брат погиб. А утром все равно в 7 часов нам уже хороший обед. А вечером смотрели, как в Ленинграде победные салют давали. Сегодня Валентин Константинович среди награжденных. Медали за заслуги перед Владимирской области лично вручает губернатор. Светлана Орлова еще раз подчеркивает, наши земляки внесли огромный вклад в великую победу всего народа. Свыше 280 тысяч наших земляков ушли на фронт. Почти половина из них не вернулась. 153 наших земляка стали героями Советского Союза. Погиб или пропал без вести каждый второй из ушедших на фронт солдат. В эти майские дни мы отдаем дань памяти тем, кто погиб, кто не вернулся с полей сражений. И мы чествуем живущих ныне ветеранов. В числе приглашенных и Тамара Васильевна Смирнова, труженик тыла. Когда началась война, ей было 9 лет. Вместе с мамой, девятью братьями и сестрами работала в колхозе. А отца сразу призвали воинскую часть готовить новобранцев на фронт. Там люди умирали в голодом. Он пишет, привези хоть мне сушеные картошечки. Мама раза три ездила в гороховерские лагеря и привозила картошечки. В целом сегодня медали и благодарности получили более 20 человек. Татьяна Данилова, Валентина Мартынова, Артем Горчаков, 6 канал.